Аэрэбл-сервис, ну это моя жизнь, наверное. Это то, без чего я уже фактически не могу существовать на сегодняшний момент. Почти семья, наверное. И я даже не представляю сейчас, как бы по-другому могла сложиться моя жизнь. Мне посчастливилось попасть и работать в компании Аэрэбл-сервис. Мы всегда поддерживаем нашего клиента, в любом случае. Благодаря Аэрэбл-сервису мечты всегда сбываются. Аэрэбл-сервис стремится к тому, чтобы мечты белорусов о каких-то путешествиях, о том, чтобы увидеть больше, познать мир, стали реальностью. Открылись вот эти вот возможности просто людям. Турецкие побережья, плюс к этому Египет, плюс к этому Италия. Ты сел, заснул, проснулся, ты в Испании. Компания дала, скажем так, крылья там, да, ты почувствовал полет, взлетаешь, вышибалков и все, и солнце постоянно. Ну, предоставили больше простых возможностей путешествовать, скажем так, а я считаю, что это самое главное. Ориентировочно в марте месяца 1994 года мы с моим компаньоном теперешним, вот мы фактически прибыли в Минск. Неожиданно на нас с неба свалились два аватора авиации, которые были с идеей на тот момент мне такой где-то безумной немножко казавшейся. До регистрации фактически нашей компании, которое произошло в июле месяца, в начале июля, мы уже запустили просто один рейс на Одессу. Первый полет мой и даже первый раз увидеть море. Арибелсервис, как компания, мы начинали работать как авиаброкер в то время. Была маленькая команда, которая занималась всем. Задача была запустить из Минска рейсы на Турцию. Туризм по покупке именно разнообразных вещей, люди, которые именно торговали, торговый туризм, я по-другому не назову. Сами распечатывали листовочки. По-моему, 220 долларов стоил тур с гостиницы, с перелетом. Говорили, пожалуйста, приходите к нам. Получается так, что мы перешли на маленькую тушку Белави и полетели уже напрямую, без посадки в Украину. Вот так раскрутился Стамбул. У нас упор вначале был на авиационную большей деятельность. Но постепенно это, естественно, требовало и развитие, и продажи авиабилетов, и туруслуг. Стамбул, дальше пошло Италия, Исмир, Бодрум. Сегодня мы летаем уже во все аэропорты побережья. Это был нонсенс такой. Турки были очень удивлены, потому что из Минска мы два раза в неделю летали, а Москва там один раз в неделю. После этого пошла Испания, формально Югославия. И на те побережья, которые все были, пошел Египет. Перешли на Грецию, Италия пошла. И география именно наших чартеров стала вот такой широкой, сильной и полноценной. И с нами стали считаться. Естественно, начал набираться контингент. В одному власти уже никто не помещался. Пришлось арендовать второй, потом арендовать третий. Моя семья очень тесно связана с этой компанией. Мой папа один из директоров этой компании. И я очень долго не хотела идти в эту компанию. И пару лет назад я сдалась и все-таки поняла, что это судьба, и нужно идти работать. И вот оно как-то затянуло, понравилось. Если взять такого типичного сотрудника Робеллсервиса, то это в основном те, кто работает уже несколько лет у нас. Многие по 10 и больше лет. И достаточно преданные своему делу. То есть они любят туризм. Они сами любят путешествовать. Мы им такую возможность стараемся предоставить. Компания разрослась. Стало очень много людей. Три офиса. То есть когда я пришла работать, было два офиса. Вот очкалово и интернациональное. Сейчас еще большой офис на сторожевке. У меня Робеллсервис, наверное, про человеческие отношения. То есть там очень комфортно. То есть тебе никогда не обрежут крылья. Тебя всегда выслушают. То есть очень доверительное отношение. Ну, насчет семьи. То есть в АБСе я встретила супруга. То есть можно считать, что это одни плюсы. Очень многие люди работают у нас уже по 10-20 лет. То есть те, которые просто работают, им ничего больше никуда не нужно. При этом это, скажем так, одни из лучших людей. Это специалисты экстракласса, то есть которым ни замечания, ни объяснений ничего давать не надо. Они знают прекрасно сами все. Провожу параллель с того, как мы начинали. У нас были различные журналы. Мы вели какие-то учеты. А сейчас у меня на столе только компьютер, где у меня все. Поэтому, если даже какой-то форс-мажор. Я внезапно не пришла на работу. Но пришли мои клиенты. И я абсолютно уверена, что они не уйдут. Что им не скажут, что сегодня нет Тамары Павловны, что вы приходите в другое время. По мере развития появлялись у нас и финансовый, и бухгалтерский отдел, и туристический отдел. Делал развитие. У нас отдельная структура продажи, я видя. Ну, это все формировалось по мере роста коллектива. Вот для меня это люди, с которыми мне приятно работать и жить. Приходила семья. Родители, ребенок там 10, 12 или двое детей, очень часто они едут вместе. То есть родители и уже там у сына или у дочери своя семья. Мы же людям доставляем удовольствие. То есть, например, когда семья едет отдыхать, они проводят время с семьей. В обыкновенной жизни у людей есть работа. Чаще в семье редко видится. Поэтому хочется, чтобы на отдыхе они просто насладились этим моментом. Мы всегда поддерживаем нашего клиента в любом случае. Ну, знаете, 20-й год, ковид очень тяжелый был. Фактически многие люди потеряли большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что наши клиенты практически 99% денег не потеряли. Мы всем вернули эти деньги. Ну, и плюс это их характеризует. То есть, наверное, они хорошие люди. Мне кажется, что главное качество – это ответственность и порядочность. Скорее всего, что этим и гарантируется успех нашей компании. Компании будет 30, мне будет 29. Я всю жизнь как раз таки считала, что это как-то связано. Потому что у меня почти столько же лет, сколько и компании. 30 лет мы мечтаем вместе. Открываем новые страны и направления. Летаем выше облаков. И исполняем мечты. Мы выросли, но помним о том, что важно. То, что дарит счастье всей семье. Радость открытия нового. И ожидание настоящих приключений. Аэробилл Сервис. 30 лет отдыхаем вместе.